Задача на лекарства и таблетки Нужно пить по 0,5 грамма 3 раза в день в течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарств по 0,5 грамма. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? Надо сказать, что даже очень сильные дети иногда ошибаются именно на этой задаче. Итак, давайте с вами считать. 0,5 грамма – это один объем. Мы пьем эти 0,5 грамма 3 раза в день в течение 21 дня. То есть все эти числа мы элементарно перемножаем и получаем 31,5. Значит, в одной упаковке у нас 10 таблеток лекарства по 0,5 грамм. Мы перемножаем и получаем, что у нас 5 грамм. Итак, нашему больному надо выпить 31,5 грамм, а у нас в одной 5 грамм. Поэтому 31,5 грамм мы делим на 5 и получаем 6,3. Но мы понимаем, что 6,3 упаковки у нас не может быть. Поэтому мы будем покупать 7 упаковок лекарств. Итак, еще раз. Схема решения такой задачи. Сначала мы узнаем, сколько нужно выпить больному в граммах. Потом мы узнаем, сколько грамм в одной упаковке. Третьим действием мы узнаем количество упаковок. Вторая задача. Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 5% активного вещества. Ребенку в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,4 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребенку в возрасте 4 месяцев и весом 5 кг в течение суток. Итак, начинаем мы опять с чего? Сколько активного вещества в одной таблетке? Будем узнавать. Итак, 20 мг мы умножаем на 5%. Поскольку процент это сотая часть числа, то мы можем умножить на 5 сотых. 20 умножить на 5 сотых получаем, что у нас 1 мг активного вещества. Ребенку прописывают 1,4 мг активного вещества на каждый килограмм веса. Ребенок весит 5 кг. Узнаем вес ребенка. 1,4 умножаем на 5. Итого ребенку нужно ровно 7 штук. Значит, почему 7? Потому что в одной таблетке мы видим 1 мг, да? А на вес ребенка нам положено 7 мг. Значит, повторюсь для тех, кто не понял. Поскольку таблетка весит 20 мг и содержит 5% активного вещества, то мы первым действием находим, сколько мг у нас в одной таблетке. Затем мы узнаем, сколько нужно активного вещества в сутки на ребенка весом 5 кг. То есть 1,4 умножаем на 5 и получаем 7 мг. Поскольку в одной таблетке у нас 1 мг, а нам надо 7 мг, то мы будем получать 7 таблеток. Номер третий. Значит, вы видите, что эти задачи довольно запутаны. Суточная норма потребления витамина С для взрослого человека составляет 60 мг. А один помидор в среднем содержит 17 мг витамина С. Сколько процентов суточной нормы витамина С получил человек, съевший один помидор? Ответ округлите до целых. Значит, эта задача попроще. Значит, суточная норма – это 60 мг. Значит, 60 мг – это 100%. Далее. В помидоре 17 мг. И понятно, что это х процентов. Далее. х равен 17 умножить на 100 и поделить на 60. Итого мы получаем 28,3. И так далее. До конца мы не считаем. Почему не считаем? Потому что ответ нужно округлить до целых. 28. 28% – это наш ответ.